Генеральный партнер программы новости – производственное предприятие «Меркурий-2». Анапское производственное предприятие «Меркурий-2» предлагает приобрести квартиры, в третьей очереди, жилого комплекса «Солнечный». Удобная планировка квартир, развитая инфраструктура, близость к морю и уникальное соотношение цены и качества строительства. Срок сдачи – первый квартал 2015 года. Телефоны – 48300 и 48333. Партнер программы – салон-магазин стильных подарков «Важная персона». Эфир канала РЕН-ТВ продолжает новости Анапы-регион в студии Ирины Меркуриева. Здравствуйте. Смотрите сегодня в выпуске. Извольте покинуть пределы России. Сотрудники миграционной службы провели очередной рейд. Мусор на строительных площадках сотрудники администрации оценивают в конкретных цифрах и штрафах. Предпраздничная суета – предновогодняя погода. До Нового года осталось чуть больше месяца. Об этих и других событиях расскажем прямо сейчас. Сотрудники миграционной службы продолжают масштабную профилактическую работу. Итоги очередного рейда по выявлению незаконных трудовых мигрантов прямо сейчас. В селе Витязево проверили три строительных объекта. На стройке на улице Покровского нелегально работал мигрант из Средней Азии. Еще несколько гостей стран ближнего зарубежья не смогли предоставить документы для проверки. Для граждан, кроме Украины, Беларуси, Казахстана и Кыргызстана, это обязательно должен быть загранпаспорт. Первое. Второе – должна быть миграционная карта, которая подтверждает законность нахождения иностранного гражданина в России и контроль за его пребыванием. Для трудовой деятельности иностранного гражданина требуется либо патент, если он работает у физического лица, либо разрешение на работу у юридических лиц и предпринимателей. Это основные документы. К недостроенному строению приехал хозяин участка. Я вам еще раз говорю, не нарушайте мои законные права. Хотя сам при этом нарушает с удовольствием. Мужчина не знал о работающих на его стройке нелегалах. Предположил, его работник по-дружески попросил соседей убрать строительный мусор. Гастарбайтера опросили, проверили документы и составили протокол о нарушении. Сегодня с сотрудниками иммиграционного контроля было проведено очередное рейдовое мероприятие по явлению незаконно работающих иностранных граждан. По результатам мероприятия видно, что работа идет, и большинство иностранных граждан в настоящее время работают с разрешениями на работу или патентами. Это уже показывает о том, что миграционная служба свои функции основные выполняет. Сотрудники миграционной службы регулярно проводят рейдовые мероприятия. Нами проводятся рейдовые мероприятия практически ежедневно, до взаимодействия с отделом МВД, с казачеством. И по результатам нашей работы наложено за этот год уже более 8 миллионов штрафов. То есть это все идет в доход бюджета государства. Иностранные граждане, которые работают по патентам, также ежемесячно оплачивают государственную пошлину в размере 1000 рублей, что тоже идет в бюджет государства. На прошлой неделе проведено 300 рейдов. На миграционный учет поставили 308 человек. К административной ответственности привлекли 22 иностранца и 4 гражданина России. Выписали штрафы на сумму 74 тысячи рублей. Наталья Пухальская, Игорь Куршаков, Анапа. Регион. В Анапе продолжается мониторинг санитарного состояния и благоустройства города. Специалисты управления муниципального контроля совместно с полицией создали специальную группу, которая будет ежедневно выявлять нарушения в сфере благоустройства курорта. На улице Крымска, 256, ведется строительство дома, но внешний вид стройки совсем не для центра города. На строительной площадке и рядом грязно и небезопасно. Листья, ветки, строительный мусор, установленный забор за правилами безопасности. У соседнего строящегося дома отсутствуют ограждения безопасности строительной площадки. Паспорта объекта нет. Тротуарная плитка разбита большегрузными автомобилями, подвозящими стройматериалы. И от них же грязь комками. По поводу ограждения, вы можете это выполнить? Конечно. В настоящее время, за то, что у вас нарушено благоустройство прилегающих территорий, вы составили право на практике? Управление муниципального контроля вместе с сотрудниками полиции ежедневно будет проходить мониторинг города и за выявленное нарушение будет каждый привлечен к административной ответственности. На собственников земельных участков составили протокол административного правонарушения. Комиссия рассмотрит размеры штрафов за данные нарушения от 200 до 5000 рублей. Такие рейды теперь будут проходить на постоянной основе. Администрация города просит застройщиков внимательно относиться к благоустройству и соблюдать все требования, предъявляемые к строительным объектам. Алина Гумерова, Алексей Мухортов, Анапа. Регион. В городе все должно быть прекрасным. И дороги, и улицы, и транспорт, и остановки. 90 остановочных павильонов в Анапе заменили новыми. Закрывают от солнца летом, спасают от дождя осенью. На центральных улицах остановки современные. Наша съемочная группа нашла одну из прошлого столетия. Как известно, Кубань – единственный черноморский курорт нашей страны, который ежегодно принимают у себя миллионы человек. Многие автомобильные дороги Краснодарского края в хорошем состоянии. Но и проблем, конечно, хватает. Пропускная способность автодорог не соответствует интенсивности движения. Да и некоторые остановки требуют ремонта. Помогают в решении этих проблем губернаторские программы, направленные на строительство, реконструкцию и ремонт местных дорог. За этот год в Анапе обновлено 90 остановок. Все они одного образца. На остановках, расположенных на главной улице города, Крымской, в единую гармонию вписались и павильоны, предназначенные для торговли и бытового обслуживания. На центральных улицах курорта отдел по транспорту связи Анапы планирует на каждой остановке установить электронное табло, на котором будет отражена дата, время и температура воздуха. Совсем недавно на въезде в село Супсех была построена новая автобусная остановка. Ее конструкция крепкая и надежная. Особой прочностью отличается крыша. На следующий год ремонт остановок будет проходить в обычном текущем режиме. Администрация города-курорта обращается к анапчанам с просьбой не вывешивать на остановках объявления частного характера, которые значительно портят имидж Анапы. Светлана Авилова, Артем Зиборов. Анапа. Регион. До главного праздника Нового года осталось чуть больше месяца. Пионеры в праздничном украшении зданий создали новогоднее настроение еще 1 ноября. Первыми фасад здания украсили в торгово-развлекательном центре Красная площадь. До 2 декабря все предприятия города должны создать и новогоднее настроение внешним оформлением фасадов. Кто-то уже украсил, а где-то и не пахнет праздником. За месяц до главного праздника в Анапе пахнет разве что зимой. Ну и самый главный новогодний запах – это, конечно же, запах мандаринов. Вряд ли кто-то будет спорить, что самый новогодний запах – это запах свежих мандаринов. Но да случается самое главное чудо. В новогоднюю ночь даже искусственная хвоя начинает пахнуть как живая. На центральной площади города Театральной устанавливают главную новогоднюю елку. Ростом дерева 21 метр и состоит из нескольких тысяч еловых лап. Каждый год создает праздничное настроение до праздника и в новогоднюю ночь. От Театральной площади до улицы Крымской по Астраханской празднично убраны два магазина. Солидный трек и литературная кофейня от А до Я. У них уже новогоднее настроение, несмотря на пасмурную и прохладную погоду в ноябре. Мы считаем, что праздника много не бывает, поэтому чем раньше у людей появится новогоднее настроение, тем лучше. И мы уже сейчас готовы творить новогодние чудеса. Вот так легко создать праздничное настроение, украсив фасад или вход в магазин, кафе или подъезд лампочками, гирляндами, снежинками из бумаги. Главное – найти новогоднее настроение, поймать его и задержать хотя бы до Нового года. Наталья Пухальская, Артем Зиборов, Анапа. Регион. И в продолжение темы. Специалисты предупреждают, будьте осторожны. Пиротехника, петарды, хлопушки и салюты – все, что создает настроение в праздничные дни, может стать причиной трагедии. Как правильно выбирать и что важно знать при покупке пиротехники? По данным МЧС, в праздничные дни в Анапе в среднем в четыре раза увеличивается количество вызовов скорой помощи и пожарной охраны и в восемь раз сотрудников полиции. Самое первое ЧП задолго до праздников происходит из-за экспериментов с пиротехникой. Администрация города-курорта запланировала целый ряд предупреждающих мероприятий. Будет произведена инвентаризация всех имеющихся в продаже пиротехнических средств. Штрафные санкции за нарушение правил торговли пиротехникой, в том числе несертифицированной продукцией, составляют от 5000 рублей с физического лица. Статистика показывает, что все происшествия с детьми происходят именно в бесконтрольное время после 22-23 часов, а самое пиковое время это с часа до 3 часов ночи. Я бы хотел обратиться ко всем жителям города, в первую очередь к родителям, чтобы бесконтрольно их дети не приобретали, а более того, бесконтрольно не применяли их. Во всех инструкциях четвертым пунктом везде ограничить доступ детей. Везде, посмотрите на всех этикетках, проходит именно это предупреждение. Хочу напомнить, что дети у нас в категории до 17 лет включительно. Олимпийский Сочи начинается в Анапе. Серебряные волонтеры перед ответственной и важной работой в Сочи приводят в порядок родной город. И в дождь, и в жару, и в холод. Серебряные волонтеры за чистоту и порядок в городе. В любую погоду эта команда готова работать. Серебряные волонтеры – волонтерское движение, в состав которого входят люди старшего возраста. Такая общественная организация существует на курорте уже второй год. Анапские добровольцы помогли освободить от хлама и прочих ненужных вещей помещения, где будет находиться одно из отделений территориального самоуправления. Волонтеры писали и просили у главы города Сергея Сергеева место для своего штаба. Так как собраться все вместе, у них есть возможность только раз в неделю в клубе ветеранов. И власти Анапы смогли решить этот вопрос. В новом помещении для ТОСовцев будет выделена комната и для волонтеров. Мы как волонтеры не остались в стороне этого мероприятия и пришли на помощь. Представители волонтеров серебряного возраста активно участвуют в различных мероприятиях и акциях. 26 января группой 46 анапских серебряных волонтеров поедут на Олимпиаду в город Сочи и пробудут там до 24 февраля. К приезду домой их будет ждать новый собственный штаб. Алина Гумерова, Алексей Мухортов, Анапа, Регион. И в завершении выпуска прогноз погоды на завтра. В четверг 28 ноября в Анапе будет малооблачно, без осадков. Температура воздуха в дневные часы 5-7, ночью до 4 градусов со знаком плюс. Ветер переменный, 24 метра в секунду. Атмосферное давление в норме, 762 миллиметра ртутного столба. Температура морской воды у берегов Анапы 10 градусов тепла. Далее блок полезной информации от партнеров программы производственного предприятия «Меркурий-2» и салона магазина подарков «Важная персона». Эти и другие новости вы можете найти на нашем сайте. Я с вами прощаюсь. До встречи. Генеральный партнер программы новости – производственное предприятие «Меркурий-2». Анапское производственное предприятие «Меркурий-2» предлагает приобрести квартиры в третьей очереди жилого комплекса «Солнечный». Удобная планировка квартир, развитая инфраструктура, близость к морю и уникальное соотношение цены и качества строительства. Срок сдачи – первый квартал 2015 года. Телефоны 48300 и 48333. Партнер программы – салон-магазин стильных подарков «Важная персона». Салон-магазин «Важная персона» – все самое лучшее для самого главного праздника. Невероятный выбор елочных украшений, сказочные лесные красавицы от лучших дизайнеров Дедушки Мороза. Все для новогоднего настроения и интерьера. И, конечно, лучшие подарки для самых любимых. «Важная персона» – Анапа, улица Ленина, 15. С наступающим Новым Годом! Субтитры делал DimaTorzok Редактор субтитров А.Семкин